От перспективных идей на бумаге до реальных прототипов. На днях в Минске подвели итоги республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». В столицу съехались молодые ребята со всех регионов, чтобы доказать – их проект лучший. Этот конкурс – не только презентация стартапов, но и обмен опытом. Честь представить Могилевскую область выпала бобручанину. Павел Шевцов представил уже известный тренажер «Юный спасатель». Изобретение, считает молодой человек, рассчитано на детей, чтобы самые маленькие могли с интересом познавать окружающий мир и в игровой форме изучать основы безопасности. Тренажер будет дорабатываться и, в конце концов, надеемся, он пусть в серийное производство. Вообще, мы хотим запустить целую серию подобных тренажеров, чтобы отдельные темы на этих самых уроках можно было наглядно рассмотреть. Это самый первый и самый простой экспонат, который мы сделали. Принцип тренажера прост. Одна из шести секций подсвечивается красным, символизируя пожар. Ребенок должен выбрать правильный способ его ликвидации. За каждый верный ответ насчитывается один балл. К слову, гранд-финалу предшествовало несколько отборочных туров. Для 17-летнего Павла путь к победе был нелегким. Но на выручку молодому изобретателю всегда с радостью приходили педагоги Центра дополнительного образования. Около полугода от идеи до финального результата велась разработка и модернизация проекта. Была необходимость в том, чтобы его дорабатывать, дорабатывать его надежность, дорабатывать, чтобы он мог лучше выполнять свою задачу. Соответственно, мы перебирали электронную часть, мы сделали ее более надежной, мы сделали более надежной само программное обеспечение, обновили. Соответственно, теперь экспонат лучше. Всего в девятом сезоне конкурса приняли участие более 500 школьников и студентов, а также молодые ученые в возрасте до 35 лет. Компетентное жюри определило 20 победителей в 10 номинациях по двум возрастным группам. Разработка Павла стала лучшей в категории «Национальная безопасность, обороноспособность и защита от чрезвычайных ситуаций». Огромное количество областей было захвачено в этом году. Это была и экология, и социальная сфера, и здравоохранение. Очень много талантливой молодежи и очень достойные были соперники, достойная борьба. Но, несмотря ни на что, наш Павел был лучшим. Авторы наиболее перспективных проектов получат гранты на создание бизнес-планов и возможность принять участие в главном республиканском конкурсе инновационных проектов. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360.